Время выборов Время выборов Время выборов Потому что было достаточно много времени Для того, чтобы подготовиться К происходящему Был уже опыт Крыма Из которого ясно, что и как будет происходить С большой вероятностью предположить Что Николаев будет одним из тех городов В котором будут происходить подобные события Вчера вечером поступила информация О том, что группа зеленых человечков Пытается пробиться В том числе и в город Николаев Покинула Мелитополь Движется в направлении Херсона И дальнейшие планы были неизвестны Николаевское народное ополчение Подало тревогу Собрались Платариоты Украины Возле ополчения Было порядка 50 машин В течение полутора часа Полутора часов Это количество людей было собрано Движих ребят Выехали на место К счастью Эти зеленые человечки К нам не добрались Но я о другом Ситуация заключается в том Что когда ребята собрались И начали обсуждать план действий Оказалось Что абсолютно никто Не готов к подобным действиям Начали искать генераторы Начали искать сварочное оборудование Начали искать металл и так далее Потому что ополчение создавалось В мирное время И цели мы ставили немножко другие Мы не думали о том Что агрессор придет на нашу землю И я могу сказать Что причиной того Что произошло и происходит И моим опасением за будущее В том числе и города Николаева Является слабость сегодняшней власти Киевской власти И Николаевской власти В то время когда В Киеве делили портфели Делили лакомые сферы деятельности Была упущена стабилизация ситуации На востоке и на юге В нашем городе Есть патриоты Которые могут бороться За независимость Украины И делать все Чтобы эту независимость отстоять В Николаеве Проблема с властью не меньше Если не больше Чем в центральной власти К большому сожалению Губернатор Николаевской области Ведет Ну своей деятельностью Приводит к расколу Общества Напряжению И так сложной ситуации Заявляя о Каких-то коррупционных схемах Которые конечно есть Заявляя о Увольнении чиновников Ну наверное их тоже надо Производить Проводить Требуя каких-то Непосильных действий И в то же время Эти чиновники Увольняемые И коррумпированные Остаются на своих местах Таят в душе Обиду и злость Тем самым Создают Вот ту нестабильную Ту прослойку Которая Сделает все Для того чтобы Как можно быстрее Эту власть Изменить Ситуация Усложняется еще и тем Что в городе нет Законно избранного мэра В этой ситуации Исполняющий обязанности Ведет страусинную политику Кабы чего не вышло Сложность заключается И в том Что сегодня разрушена Монолитная Основа Двух советов Партия регионов Сегодня практически Развалилась На мелкие ячейки И фактически Нет стабилизировающей силы Плохой или хорошей В городских советах Мы сегодня не можем Апеллировать Городским советом С тем Чтобы они Возглавили Работу По Созданию безопасности В нашем городе Раз все это происходит Значит Эту работу Должны Взять на себя мы Жители Николаева Работу По созданию Безопасных условий Для жизни Наших семей Наших детей Наших внуков Да и нашей собственной Жизни Для этого Необходимо Сделать ряд мероприятий Вне зависимости От того Как к этому Отнесется власть Нужно Заблокировать Въезды в город Прежде всего Установить блокпосты И постоянные дежурства Патриотически настроенных Людей Потому что Мы прекрасно Понимаем Что Органы Милиции Сегодня Деморализованы И Им Нужна Реальная Помощь Людей Которые Заинтересованы В том Чтобы не пустить В город Вот так называемых Зеленых Человечков Или людей Которые будут Провоцировать События В городе Нужно Установить Веб-камеры На всех Блокпостах Для того Чтобы четко Фиксировать Всех проезжающих Профиксировать Весь проезжающий Транспорт Кроме того Кроме того Необходимо Установить Контроль По движению На Железнодорожном Вокзале Также Установить Веб-камеры Ограничить Выход С вокзала Определенными Местами Где эти Веб-камеры Будут Эффективно Работать И Контролировать Въезд Тех людей Которые Собирают Прибывают В город Николаев Кроме этого Большущая Работа Связана С повышением Морального Настроения В органах Внутренних Дел В силовых Органах Для этого Хотим мы Того Или нет Туда Надо будет Делегировать Как раньше Говорили Народных Комиссаров Опытных Людей Имеющих Опыт И авторитет В обществе Для того Чтобы А. Они могли Контролировать То что там Происходит Агитировать В нормальном Плане За Украину За город Николаев И чувствовать Настроение Тех людей Которые Там Служат Это надо Чувствовать И люди Которые А такие Есть Без сомнения Ведут Раскольническую Работу Их Надо Мягенько Переводить Или Другие Подразделения Или Как-то С ними Поступать По-человечески Но так Чтобы Этого Разложения Не было Важная Работа Которая Сегодня Ведется Но Ведется Несистемно Это Работа С Идея С Сторонниками Присоединения Николаева К России Периодически Мы встречаемся Разговариваем Нужно А. Определить Тех Людей Которые Являются Сторонниками Вести С ними Работу Как говорится И в Партере И Индивидуально И Ну В общем Это Серьезный Пласт Работы Которую Надо Вести Без Этой Работы Мы Принципиально Ситуацию Не Изменим Это Нужно Срочно Провести Инвентаризацию Бомбоубежищ Различных Убежищ Для того Чтобы Понимать А. Где Они Есть В каком Состоянии Они Находятся Предупредить Людей Которые Уже Давно Забыли Где Находятся Ближайшие Бомбоубежищ О том Что Оно Там Есть Ну И Провести Вот Такую Не буду Останавливаться Большую Организационную Работу Для Того Чтобы У людей Появилась Уверенность Что В Случай Чего Можно Найти Убежище В нашем Городе Вопрос Который Обсуждают Все Во всех Городах Украины Но Который До сих Пор Не Получил Разрешение Это Вопрос Выдачи Оружия Вопрос Нехороший Но Его Надо Поднимать Выдачи Оружия Жителям Города В случае Часочи Не дай Бог Конечно Но Мы Должны Понимать Что Будет Если Враг Придет На Нашу Землю И Что Нужно Делать Где Это Оружие Тем Кто Сочтет Возможным Для себя Его Взять В руки И Защищать Родину Где Его Можно Взять Как Его Можно Получить И Что Потом Делать На Тех Или И Объектах Это Вопрос Сложный В правительстве Однозначного Решения Нет Есть Мнение Что Да Мы Будем Выдавать Как Это Будет Происходить Непонятно А Есть Мнение Что Вообще Гражданским Лицам Оружие В руки Даваться Не Будет У Всех Наверное Возникнет Вопрос А Кто Ж Эту Работу Будет Делать Вот Мы С Вами И Должны Эту Работу Делать Необходимо Создать Совет Гражданской Безопасности В Городе В Городе В Который Должны Войти Все Желающие Принять Участие Работы Это Я Скромно Сказал План Написан На 15-20 Крупных Пунктов И Для Того Чтобы Это Реализовать Нужны Действительно Люди Которые Хотят Этим Заниматься Раз Понимают Необходимость Этого Два Потому Что Я В Последнее Время В силу Того С чего Начал Много Общаюсь С Бизнесменами Все Бизнесмены Готовы Участвовать В Защите Нашего Города Нужно Просто Эту Работу Организовать Скоординировать И Направить Нужное Русло Главный Принцип Работы Этого Совета Должен Быть Что Нужно Не Говорить А Нужно Делать Лучше Сделать Немножко Но Сделать Считаю Очень Важным Для Работы Этого Или Какого То Другого Органа Потому Что У нас Есть Желающие Создавать Свои Суть Заключается В том Что Скоординировать Эту Работу Скоординировать Работу Тех Гражданских Образований Которые Есть Гражданских Явно Больше Эту Работу Надо Скоординировать Люди Готовы К К К К Считаю Очень Важным Для Привлечь В Эту Деятельность Не Буду Говорить В Этот К К Деятельность Трех Бывших Губернаторов Николаевской Области Господина Кругова Господина Горкуш И Господина Садыкова Это Без Сомнения Влиятельные Люди Имеющие Большой Большие Возможности В Николаеве И В Киеве В свое Время Николаев И Николаевцы Им дали Большой Кредит Доверия И Благодаря Николаеву И Николаевцам Они Стали Известными Людьми И В Городе И В Украине Пора Отдавать Долги Я Знаю Возможности Этих Людей Я Уверен Что Их Участие В этом Большом Деле Защиты Города Может Сыграть Очень Большую Роль Они Опираются Так Или Иначе На Разные Социальные Группы Людей На Разные Политические Группы Людей Вместе Они Могли Бы Сделать Очень Много Для Того Чтобы Не Быть Абсолютно Голословным Я Лично Берусь Начиная Вот Сегодняшнего Дня Организовать Один Блок Пост Потому Что Вчерашний День Показал Что Эта Работа Не Простая Она Должна Быть Системной Подготовленной То Един Блок Пост Занимаюсь Я Кроме Этого Беру Обязательство Опять же Чтоб Не Быть Голословным Обмундировать Взвод Народного Ополчения С Полностью С ног До Головы Плюс Бронежилеты Чтоб Ребята Чувствовали Себя Нормально Предлагаю Основным Претендентам В гонке За пост Городского Головы Сделать Как минимум То же самое Жду От некоторых Даже Большего Потому что Приветствуется Все Учитывая Ту ситуацию В которой Находимся Мы А она Меняется Каждый День И очень Не в лучшую Сторону Предлагаю Всем Кандидатам По крайней мере Четырем Основным Отказаться От Агитации На Билбордах Использование Печатной Продукции Сэкономить Эти деньги И деньги Направить На Дело Защиты Нашего Города Если Со стороны Остальных Кандидатов Так Ответ Будет На Это Дело Я Готов Сегодня Снять Те Борды Которые Есть И Отдать Их На Патриотические Призывы Защитить Наш Город Но Я Жду Ответа От Основных Претендентов Рада Будет Создана Сегодня В каком Объеме Это Вопрос Второй Ну По крайней Мере Люди Которые Сегодня Займутся Этой Работой Есть Я Выхожу Из Зала И Мы Начинаем Заниматься Тем Что Я Сказал Если Эту Инициативу Я Не Претендую На Инициативу Я Говорю Если Это Предложение Поддержат Жители Николаева Я Думаю В течение Двух Трех Дней Можно Будет Закрыть Въезды В наш Город Как Минимум Организовать Дежурство На этих Постах И Ну Буквально Я Не Думаю Что До Пасхи Даже Наверное Часла До 22 23 Кто-то Придет Сюда Николаев Прийти Сложно Нас От Востока Отделяет Река Днепр Ее Надо Суметь Форсировать А В нашем Месте Только Три Скажем Так Нормальных Правы Поэтому У нас Небольшое Время Есть Но Откладывать Это Нельзя Мало Того Это Не Первая Инициатива Я С Подобным Менее Скажем Так Системным Предложением Пришел В первый День Когда Была Инаугурация Нашего Губернатора И Сказал Ребята Забыли Партии Забыли Все Надо Объединяться Вокруг Этого Дела Я Время Ничего Не Произошло Ряд Общественных Организаций С Подобными Предложениями Обращалось Реакции Ноль Понимания Уласти Сегодня Нет К сожалению И Печальный Опыт Партии Регионов Их Ничего Не Научил Что Только Мы А у Партии Регионов Скамейка Была Намного Длиннее Чем У Сегодняшних Товарищей То Что Касается Вчерашних Событий Здесь Присутствуют Участники Этих Событий Потому Что Я Как Рядовой Член Ополчения Прибыл По Сигналу Тревоги К месту Сбора Ребята Выехали На место Это Направление На Херсон За Заправкой ВОК В районе Бывшего Совхоза Колхоза Пионер Там Как раз Разветвление Дорог На Николаевское Вот Там Стоит По Пост Милиции Которые Контролируют Въезд В регион Со Ребята Но Блокпоста Оборудованного Там Нет Может Быть С этого Блокпоста Мы Начнем